здравствуйте дорогие телезрители здравствуйте мои подписчики на канале youtube голова садовая и сегодня у нас еще один незнакомец которых почему-то в наших садах совершенно мало особенно у тех у кого очень влажные участки подмосковье услышьте меня это ваш цветок вот знаете вот посмотрите на него это многолетнее растение семейства первоцветных а она настолько удивительно опрятное трогательно нежное очень скромная но очень эффектная среди светло-зеленых овальных густых таких листьев собранных в розетку они просто вот эти струйные стебельки с такими удивительными цветочками они прелестные вот другого слова нет но вот это растение я вам покажу семена вы очень удивитесь она будет очень долго жить на вашем участке и все время будет разрастаться называется это растение додекатион дряквенник запомнили это правда удивительная но хочу чтобы мы с вами вместе посеяли и я не хочу слушать что вы говорите опять так рано опять так рано а почему сейчас узнаете не надо отрывать пачки надо отрезать все очень аккуратно значит так достаем семена посмотрите какие они мелкие вы их видите конечно нет попробуйте вот так их пять штук в пачке посмотрите крошечные мельче мака а вы знаете какое это будет растение впоследствии высота его 45 сантиметров а это вот так она не маленькая она не потеряется среди вашего болота вот там где она прекрасно переносит и солнечное место лишь бы она влажное было она прекрасно переносит полутень лишь бы она влажное было а вот уж там где влажные места на ваших участках ну знаете не все цветы растут не растут лилии не растут георгины не растут пионы вся эта влажность на них плохо действует а эти растения и теосоки и помните и овсеницы да они просто будут прелестны в сочетании вот как их оттуда вытащить вы не знаете вот и я не знаю что-нибудь бы надо бы вот этим товарищем которые продают придумать несколько иное придется разрезать пакет вот так я боюсь что их потеряю потому что это же просто невероятное что-то так почему такой ранний посев мышц этого хотели начать да так только потому что посеяв сейчас эти семечки вы уберете этот контейнер затянутой пленкой в холодное место где температура 1-2 градуса плюс и два месяца будет идти стратификация в рекомендации написано можно посеять под зиму я похлопала глазами и учитывая вот да огромные эти семечки я даже себе представить не могла как я их посею и куда они денутся во первых может затянуть влагой в землю глубоко они не выйдут во вторых их может просто смыть в третьих их может склюнуть птичка поэтому я предпочитаю вот такой метод уж больно красивое растение и совершенно необыкновенное значит я постараюсь высыпать на ладошку у это очень трудно вот они 5 семечек вот посмотрите теперь видно вот так вот и прежде чем конечно посеять их сюда в контейнер надо конечно пролить потому что на достаточно долгое время но можно низом подпаивать конечно но на достаточно долгое время по почва должна оставаться увлажненной нет не надо заливать болото здесь делать не надо почва и так влажная я никогда сухую не насыплю да она и не впитается теперь мы нашими замечательными пальчиками разровняем поверхность не сдуйте с ладошки как я иногда это делаю ну примерно вот так вот краешки так подровняете ну чтоб красиво было я люблю когда красиво значит все хорошо а теперь ну хоть облизывай палец прям а теперь по одному семечку ой боюсь вот я чувствую его я их посею также сюда я надеюсь что все пятеро взойдут написано в литературе что они несколько растенец а которые взойдут несколько капризные но развиваются они быстро поэтому вы с ними справитесь вы главное ничего не сделайте такого чего им не надо делать так не перепутайте горшки у вас есть растение которым нужно тепло этим растением два месяца нужен холод 12 градуса плюс не минус плюс теперь мы возьмем нашу замечательную пленку вот так вот да откорябаем все знаете вот беда в том что вот она прилипучка такая и начинает рваться чего я терпеть не могу так поставим боком на сей раз я пленки оторву побольше чтобы заправить ее вот сюда иначе очень некрасиво получается мне это не устраивает так а вы смотрите на картинку можно сделать несколько отверстий но не так как на культурах предварительно которые мы сеяли для того чтобы все таки ничего там не задохнулось я их сделаю пять так как расположены семена так я их делаю вот для меня этого ну для успокоения моей совести этого достаточно ну это все нужно натянуть это все нужно зафиксировать можете одеть резинку обыкновенную от семян которую прямо вот так чтобы это все было зафиксировано все мы убираем это естественно вы можете убрать в холодильник холодильники есть с разными режимами и там где у вас самое холодное место это не фруктовый ящик нет и не овощной самое холодное место скорее всего это верхняя его часть поэтому поставьте и два месяца следите только за тем чтобы влажность была как бы до совершенно ну ощутимый чтобы вы видели что почва не пересохла что нужно сделать дальше когда пройдет два месяца вы вы вытаскиваете это из холодильника либо из того прохладного места куда вы поставили этот контейнер и обеспечиваете температуру 20-24 градуса ну это может быть и окно вот как у меня южная там или восточная не важно они очень любят землю которая хорошо дышит но влажную я уже это говорила и еще они очень зимостойкие зимуют без укрытия но мульчирование перед зимой при корневой части желательно ну слоем 10 сантиметров на пальчик это нормально это все растения любят вы совершенно справитесь и будете обладателем удивительного растения до декате он дряквенник всего доброго вам и до свидания а 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